Лучше строить, чем запрещать. 30 мая 2019, 22-3. Дмитрий Самойлов, журналист, литературный критик-депутат ЗАГС Собрания Красноярского края предложил запретить компьютерные игры, связанные с насилием. Причем начать он предложил с игры «Майнкрафт» в том секторе умозрительной диаграммы, где совпали два множества людей, прочитавших эту новость, и людей, знающих, что такое «Майнкрафт». Немало удивились. Дело в том, что «Майнкрафт» — это игра, в которой предлагается созидать, строить, добывать, работать и чинить. Насилие там отыскать сложно. Также по теме разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров «Блюмберг». Братья Игоря Дмитрия Бухмана, основавшая компанию по разработке компьютерных игр «Плейрикс Холдинг Лимитед», впервые вошли в список. Но депутат настаивает, он говорит, что видел, как дети играли в эту игру в библиотеке, и, по его мнению, эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Ладно бы игры, ладно бы даже библиотеки, да и ладно бы даже насилие. Разве мы не привыкли к тому, что некоторые чиновники или депутаты время от времени произносят некоторые нелепости и предлагают что-то запретить? Привыкали. Но именно на этом примере видна совершенно непреодолимая пропасть между поколениями, теми, кто хочет что-то запретить, потому что не понимает, что это такое, и теми, кто этим пользуется. Пропасть эта очевидна даже на уровне терминологии. Во-первых, видимо, депутат перепутал. Minecraft. S. Warcraft. Это ничего. Это и в моем возрасте позволительно. V. Warcraft. Нужно воевать, собирать армии, но и тоже преимущественно строить миры, создавать альянсы и существовать во Вселенной, где нет депутата Красноярского ЗАГСобрания. То есть можно понять тех, кто в нее играет, там мир довольно комфортный, а вся тяга к насилию уходит в игровой процесс. Именно поэтому игры, как правило, не запрещают. Откуда возникла необходимость избавления от гиперактивности? Гиперактивность, часть диагноза СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, код МКБ-10, F90, 0. Гиперактивность проявляется главным образом в неуместной двигательной активности, беге взад-вперед, суетливости, а также болтливости. И как вот это симптомы могут побеспокоить кого-то в связи с игрой, где человеку часами нужно укладывать кирпичи, рыть шахты и учиться применять в быту строительные инструменты. Люди, играющие в Minecraft, всегда предельно сосредоточены, неподвижны и молчаливы. Именно поэтому игру любят даже взрослые. Она учит детей ставить цели и терпеливо их добиваться. Хотим мы того или нет, мир никогда не будет прежним. Дети, у которых есть доступ к гаджетам, не будут катать по пыльной дороге колесо на палке. То есть на постоянной основе не будут. Это возможно в качестве экзотического развлечения, но не более того. 500 лет назад напечатанную книгу могли счесть глупостью и траты времени, лучше послушай свою бабку, она расскажет все как есть. 100 лет назад извозчики боролись с автомобилями, они всерьез боялись, что их профессия отомрет за ненадобностью. И не зря боялись. Могли ли они на это повлиять? Нет. 30 лет назад матери смотрели как на сумасшедших на своих детей, которые увлекались программированием, иди погуляй, сынок. Поиграй в мячик на улице. Теперь многие из этих детей – миллионеры, а матери счастливы, что дети не пинали мяч во дворе. Нам свойственно не принимать чего-то, что не соответствует нашей ретроспективной картине мира. Мы, те, кто старше, в реальности всегда находимся немного позади. Нам кажется, что есть высота опыта и знаний, которые позволяют нам поучать тех, кто младше, в духе в наше-то время. А что в наше время? Не было войн, насилия, вранья и алкоголизма с наркоманией? Были честность, здоровый образ жизни, красота и вечное сияние чистого разума? Не было. А знаете, чего еще не было? Не было гаджетов, интернета, российских школьников, выигрывающих международные олимпиады по программированию, не было малолетних бизнесменов, создающих свои электронные стартапы, не было повальной дигитализации и приложения на все случаи жизни, от доставки еды до измерения пульса, от консультации по строительству до женской консультации. На страницу галереи. И вот теперь у нас есть замечательное молодое поколение, которое лучше, чем мы. Оно больше знает, быстрее усваивает и принимает решения, ориентируется в явлениях, которых не существовало, когда депутат из Красноярска уже занимал какие-то ответственные посты. И ему, конечно, это поколение не догнать. Даже на семантическом уровне не освоить его вокабуляр, не донести свою мысль. Жизнь, к счастью, невозможно ни остановить, ни развернуть. И я вас уверяю, что развиваться она будет вместе с теми, кто жадно впитывает все новое, с теми, кто часами строит город АВ. Майнкрафт. Майнит и крафтит. Сидит в библиотеке, пусть в электронной, скачивает и разрабатывает приложение и говорит на непонятном языке. Кем станут нынешние молодые? Станут ли они депутатами? Захотят ли они через 30 лет запретить телепортацию, потому что она способствует росту бездуховности среди школьников? Будут ли они вздыхать? Да разве мы такими были? Глядя на подростков середины 21 века. Нет, не скажут. Полагаю, эту прививку от ворчания они получили, послушав чиновников, говорящих о явлениях, понять которые они не способны. А гиперактивность и тяга к разрушению у этих людей уже канализированы в компьютерные игры. Игры, в которых они строят. Пусть пока виртуально. А все же лучше строить, чем запрещать. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.